Здравствуйте! С вами Анна Чапман и мы расследуем самое странное и загадочное явление в современном мире. В альманахе предсказаний на 1555 год Мишель Нострадамус написал В год нового столетия и девять месяцев пламя достигнет великого нового города. В городе Йорке будут большие разрушения. Два брата-близнеца разорваны хаосом. Эту фразу толковали на все лады, но за полтысячи лет так и не смогли найти ей объяснение. И только 11 сентября 2001 года стало ясно, о чем говорил средневековый астролог. Американский предсказатель Эдгар Кейси до начала Второй мировой войны описал ход Курской битвы, создание государства Израиль и убийство Джона Кеннеди. Сотни лет назад люди словно бы видели, что произойдет с нашим миром. Кто же открывает будущее прорицателям, экстрасенсам и футурологам? И что ждет человечество в ближайшие десятилетия? Почему за точными прогнозами будущего нужно возвращаться на несколько веков в прошлое? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Карачаевская ванга видит будущее в отражении зеркал. Как отразятся на нашей планете глобальные катаклизмы? Очень много жертв. Пророчества писателей сбываются через сотни лет. Может ли человек стать бессмертным? Оставаясь нестареющим, человек может, в принципе, победить смерть. Небесный гугл. На что похоже информационное пространство Земли? Кто этим руководит? Кто включает этот компьютер, чтобы ясновеще заговорило? За что удаляют из информационного поля? В каком-то смысле это мыслящая, так сказать, субстанция. И как футурологи видят наше будущее? В конечном итоге получается экиборг. Апокалипсис как откровение. В источниках Майя есть данные о том, что вся планета погибала не один раз. И научно доказанный факт. Ученые уверены, предсказанный апокалипсис неминуемо наступит. Тайны мира. Назад в будущее. Когда-то поклонники творчества Жюли Верна и Герберта Уэллса считали невероятным полет на Луну или применение лазерного луча. Прошло время, и предсказанные фантастами изобретения появились в действительности. Ученые и мистики давно пытаются понять, как простым смертным удается заглянуть в будущее. Убедительного объяснения не найдено до сих пор. Сможет ли человечество когда-нибудь раскрыть тайну провидцев? Совсем недавно ученые обнаружили четкую связь между пророчествами и вспышками на Солнце. Чем выше солнечная активность, тем больше предсказателей появляется на Земле. Мало того, вслед за предсказаниями возникают чудовищные катастрофы. Может, ясновидящие получают указания от высшего разума, который и управляет жизнью на нашей планете. Сами предсказатели утверждают, они заглядывают в другое измерение. Но современные исследователи уверены, есть некое информационное поле, которое хранит сведения обо всем, что произошло и произойдет на Земле. Ну, общее поле информации существует, оно называется еще хрониками Акаши. Вполне возможно, кстати, что оно и связано с будущим, в принципе. Исследователи уверены, информационное поле – ничто иное, как компьютерная программа космического масштаба. Впервые теория информационного пространства возникла в Индии. У древних индусов есть легенда о манускрипте из пальмовых листьев, на которых записана жизнь каждого человека, его прошлое и будущее. Есть версия, что уникальная книга судьбы хранится в одном из храмов Мумбая. По преданию, она была написана 15 тысяч лет назад. Высшие брахманы в моменты медитации вдруг начинали диктовать тексты на неизвестных языках. Жрецы фиксировали эти слова, не понимая их смысла. Позже такие тексты назвали хрониками Акаши. В индийской мифологии Акаши – это хаос, из которого родился весь мир, пустота, где нет ни времени, ни пространства. Эфир или Акаша – пространство, пятый элемент, он как бы главный, он оказывается квинтэссенцией алхимиков. Вот это пространство и является материальным носителем вот этих мысленных волн, насыщающих информационное поле Земли. Интернет и современные информационные технологии открыли нам мир новых возможностей. Сегодня, чтобы узнать будущее, не нужно обращаться к гадалкам и ясновидящим. Во всемирной сети появились свои пророки. Одного из блогеров уже называют современным Нострадамусом. В своем ЖЖ он рассказывает, что ожидает в ближайшем будущем многие страны мира. Он имеет несколько имен. Тунгусский шаман и гость из будущего. В интернет-сообществе известен как блогер Артем Драгунов. В 2009 году Артем написал в своем ЖЖ. Приснилась большая катастрофа в Перми. Техногенная. Вы там, ребят, поосторожней, в Перми-то. 5 декабря 2009 года в Перми загорелся ночной клуб «Хромая лошадь». Погибли 111 человек. Еще 45 умерли в больницах города. Следующее предсказание Драгунов оставил в своем блоге 21 января 2011 года. Громадный факел снова озарит Москву. Видел плачущий аэропорт. Через 4 дня в аэропорту Домодедово прогремел взрыв. Террорист-смертник пронес бомбу в зал прилета. Этого не мог предвидеть ни один специалист по авиационной безопасности. А вот еще одно предсказание интернет-пророка. И да, про Японию. Не будет войны с ними. У них землетрясение скоро будет. Там даже бомб не понадобится. Через месяц после этой записи в Японии произошло самое страшное землетрясение в новом веке. После разрушения блоков атомной станции Фукусима весь мир больше двух недель балансировал на грани атомной катастрофы. Артем Драгунов живет в Германии и избегает встреч с прессой. Корреспондентам программы «Тайны мира» удалось выйти с предсказателем на связь и пообщаться с ним по скайпу. Правда, блогер отказался показать свое лицо, утверждая, что на это есть свои причины. Почему вас никто никогда не видел? Мне просто не нужна известность. Как появляются ваши предсказания? Это не предсказание. Это сны. Мне все это снится. Когда начались эти сны? Много лет назад в аварию попал. Тогда все и началось. Нам удалось выяснить, почему блогер избегает встреч с прессой. В последнее время Драгунову снятся кошмарные сны. Он уверен, Европу ожидают чудовищные катаклизмы. Вы следите за тем, какие ваши предсказания сбылись, а какие нет? Нет. Я просто пишу все в своем блоге. О чем ваш последний сон? Европейское метро. Очень тревожно. Какой-то сбой был. Видел ЧП в Грузии и Китай. Последняя новость будет именно оттуда. Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему именно я? Блог Драгунова читают миллионы людей по всему миру. Его даже называют Новым Нострадамусом. Раз за разом он пишет в своем дневнике, что ему приснилось ночью. Эта женщина предсказала извержение вулкана в Исландии, цунами в Японии и наводнение в Краснодарском крае. У себя на родине в Карачаево-Черкесии прорицательницу Нелли Беджиеву почитают как Вангу. Многие уверены, она видит будущее. В катаклизме, да, будут. Они в экваторе больше будут. Будут землетрясения. Очень много жертв. Нелли Беджиева проводит свои мистические ритуалы высоко в горах вот уже 30 лет. Каждый раз в полнолуние женщина разжигает костер и выносит на улицу зеркало. Зеркало для нее – это способ узнать информацию о будущем. В нем она видит картины грядущего. Так в 2011-м она предсказала землетрясение в Нагорном Карабахе. А весной 2012-го – наводнение в собственном поселке. У меня началась тревога. Надо уходить отсюда, говорю. Сейчас будет что-то неладное, говорю. Эта речка нас снесет, говорю, с корнем. Ну, вот так пришла, через три дня, четыре дня унесла всех. К предсказательнице из Карачаевска едут люди со всего мира. Звезды шоу-бизнеса, политики, бизнесмены – в ее доме частые гости. Односельчане Нелли по больницам не ходят. Чуть что заболит – сразу к ясновидящей. У меня сердце больное. Она мне даже в больницу идти надоет. Чего, говорю, ничего не болит. Сядь сюда и вот посадит вот сюда. И вот огнем она меня лечит и проходит. Даже дыхарство не принимает. Тагира Аджиева пришла на прием к ясновидящей с просьбой. Умирает племянник. Врачи не могут поставить диагноз. Нелли смотрит на фотографию молодого человека. Затем рисует на бумаге символы и сжигает листы. В общем, у вашего племянника, оказывается, была опасность для жизни. У него все дело в позвоночнике. Поражен позвоночник. Нелли рассказывает, во время сеансов она словно впадает в транс. Во время которого подключается к некоему информационному полю. Откуда и получает предсказания. Где есть инопланетяне, где есть звезды. Это другое измерение. Я часто попадаюсь в другое измерение. На мгновение, это секундное дело. На другое измерение попадает человек. Ученые не раз пытались исследовать феномен карачаевской ванги. Но Нелли наотрез отказывается выезжать из родного села. Смотрите после рекламы. Выход в иное измерение. Кто встречает гостей в параллельном мире? И передо мной летели пять фигур в серебристых одеяниях, капюшонах на голове. Эффект бабочки. Как моделировать свое будущее и изменить судьбу? Наш мозг – это матрица, которая наполнена разными информационными кодами. Неизвестный элемент сознания. Как достать информацию из параллельного мира? Многие открытия были действительно классифицированы как своего инсайта, такое озарение. Вселенская сеть. Кто получает доступ к хранилищу знаний о прошлом и будущем? Как бы мы эту ячейку открываем, как картотека. Сегодня исследователи пытаются найти новые подтверждения существования информационного пространства. Однако многим ясновидящим доказательства не нужны. Экстрасенс Галина Багирова утверждает, информационное поле – невидимая для человеческого глаза субстанция, в которой хранятся все знания о прошлом и будущем. Я всегда видела информационное поле, оно в виде такого метного электродождя. Оно может появиться само по себе. И подойти к нему совершенно невозможно. Почему? Потому что это как ударная волна. Галина Багирова уверена, в этом пространстве вся информация четко систематизирована. Экстрасенс сравнивает это поле со всемирной сетью. У каждого человека есть свой уровень доступа, который установлен от рождения. Но кто администратор этой сети, выдающий пароль от самого древнего хранилища знаний? Это как блоки. Блок года. Блок на два года информации. Как в Яндексе, в Гугле. Год. Блок, например, на сто лет. Как бы мы эту ячейку открываем, как картотека. Одним дано смотреть на века, другим дано смотреть на день, на месяц или на года. К информационному полю подключаются не только экстрасенсы. Каким-то загадочным образом доступ во Вселенскую библиотеку на считанные секунды получают гениальные писатели, художники, композиторы и поэты. В 1838 году Эдгар Поа опубликовал повесть о том, как после кораблекрушения четверо матросов оказались в открытом море без воды и продовольствия. Моряки решили съесть одного из своих товарищей. Выбор пал на персонажа по имени Ричард Паркер. Спустя 50 лет в открытом море затонуло пассажирское судно «Магнонет». Спастись удалось четверым матросам. Через несколько дней обезумевшие от жажды и голода моряки съели своего товарища по имени Ричард Паркер. Писатели-фантасты 20 века предугадали появление жидкокристаллических мониторов, кредитных карт, автопилота, проецирование рекламы на небо и здания и многое другое. У Рея Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту» есть пневматический пояс на воздушной подушке. В этом романе существует дверной замок, открывающийся при помощи отпечатков пальца, компактный плеер и приемник, передававший последние новости и музыку. Литературные пророки еще в 19 веке вызывали в обществе неподдельный ужас. Писатель Морган Робертсон спровоцировал грандиозный скандал в Англии. Через 14 лет после выхода в свет его романа «Тщетность» на писателя подали в суд. Ведь в своей книге он предсказал гибель «Титаника». За много лет до того, как начали строить легендарный корабль, автор подробно описал его гибель. Удивительно, но реальное судно и литературный прототип имели одинаковое количество винтов, одинаковую вместимость и могли развивать одинаковую скорость. Но самое шокирующее совпадение в том, что литературный корабль назывался «Титан». И в книге он затонул от удара айсберга. Эти люди на самом деле куда-то каким-то образом видели то, что будет в романе описывать практически то, что происходит. То есть это возможно, потому что десятки, наверное, таких случаев, когда писатели чего-то предвидели. Есть масса примеров точных предсказаний. Жюль Вернон предсказывал кучу всего. Не надо даже обращаться к примеру Азимова, который о робототехнике, как известно, высказывался. До этого мы так до сих пор и не дошли. Дмитрий Глуховский писатель, автор романов «Метро-2033» и «Сумерки». В романе «Сумерки» он достаточно подробно описывает землетрясения в Китае, предсказывает цунами в регионе Юго-Восточной Азии и разрушительные ураганы в США. Хотя не всегда будущее видится Дмитрию в сумеречных тонах. Мне кажется, что из всех открытий и научных прорывов, которые ждут нас в этом веке, важнейшее и совершенно не фантастическое – это открытие механизмов старения, предпрограммированных в нашем ДНК. Фактически речь идет о том, что, оставаясь нестареющим, человек может, в принципе, победить смерть. Известно, что многие писатели принципиально не берут в свои книги истории из собственной жизни или из жизни близких людей. Есть мнение, что герои литературных произведений могут оживать, а ситуации, описанные на страницах книги, проецироваться на реальность. Теория информационного поля объясняет – сказанное, а тем более написанное слово – уже материально. И после того, как случилась автомобильная авария в жизни, описанная мной в книге, и произошла она с тем же человеком, чье имя было в книге, и она произошла именно так, как было описано, вот тут мне реально стало страшно. Информационное пространство не статично. Мало того, оно, как считают исследователи, обладает разумом. Научные открытия возникают не просто так. Есть версия, что человечество получает новые технологии по особому графику. Это объясняет, почему величайшие открытия были сделаны учеными разных стран почти одновременно. Многие открытия были действительно классифицированы как своего рода инсайт, такое озарение. В общем, открытие приходит к ним не в результате какого-то мозгового штурма, когда напряженно они думают о какой-то проблеме, а, так сказать, наоборот, когда они расслабляются, когда они, в общем-то, эту проблему уводят из плана сознания, она вдруг проявляться начинает в подсознании. Невероятно! Но ученые выдвигают сенсационную версию. Информационное поле мыслит. Именно поэтому доступ к нему получают лишь избранные. Угадать, кого выберет этот сверхразум, невозможно. У него тоже, как выясняется, есть эмоции и свои недоступные нам предпочтения. В каком-то смысле это мыслящая, так сказать, субстанция, но она не обладает персональной личностью, она как бы многосвойна. Может быть, мечта человечества о контакте с инопланетянами давно стала реальностью? Люди получают информацию от некой эфирной субстанции, которую и называют информационным полем. Действительно, кто сказал, что существа с других планет должны обладать телом? Ведь высшая форма разума может делиться информацией именно так, как это происходит с ясновидящими и пророками. Мало того, эта субстанция может также незаметно контролировать и всю нашу цивилизацию. В 60-е годы прошлого века внезапно стали погибать физики-ядерщики. Серия необъяснимых самоубийств, несчастных случаев и внезапных смертей буквально обезглавила научные центры СССР и США. Все погибшие ученые были задействованы в программе по созданию управляемой термоядерной реакции. В случае успеха человечество могло получить неисчерпаемый источник энергии наподобие нового Солнца в пробирке и оружие невероятной силы. Исследователи аномальных явлений уверены, человечеству не дали этого сделать. Действительно, благодаря этому лавинообразному уходу из жизни этих ученых развитие ядерных технологий, космических, оно очень сильно замедлилось. Если бы оно не замедлилось, то вполне возможно, мы бы вошли в человечество в очень серьезный кризис, когда эти вооружения просто в силу того, что они созданы, они представляют опасность очень сильную. В тот момент человечество было на пороге еще более чудовищного открытия, чем атомное оружие. Две сверхдержавы вплотную приблизились к тому, чтобы получить прямой доступ в информационное поле. Впервые в истории человек мог получить возможность управлять вселенскими силами. Обычно люди проникают в информационное пространство абсолютно неожиданно для себя. Так происходит, например, с писателями, художниками, поэтами, которых посещают внезапные озарения. Самый известный случай такого откровения – фантастические работы Леонардо да Винчи. Если мы вспомним Леонардо да Винчи, который изобрел пулемет, самолет, систему залпового огня, подводную лодку, акваланг, скафандр, танк, велосипед и прочие-прочие разные вещи, причем это было изобретено еще в то время, когда никаких технических возможностей для реализации этого не было. Но были люди, которые вполне сознательно устанавливали контакт с информационным полем. Они умели в любой момент подключаться к всемирной космической сети и видеть будущее. Те мудрецы, которые стремились к просветлению, они старались выйти на глубинные швы этого информационного поля, при котором уже образов нет, а есть пустота всеживая, которая содержит семена всех существ, всех вещественных предметов. Мало того, иногда само поле буквально заставляет человека войти в контакт. Люди видят картины прошлого и будущего против своей воли. Кто этим руководит? Кто включает эту кнопку для того, чтобы мы вошли в этот интернет? Кто включает этот компьютер, чтобы ясновейще заговорило? Я же не сама по тебе это говорю. Значит, кто-то меня включает? Я так думаю, что мозг, он иной. Его функции иные. Исследователи считают, что есть условия, при которых обязательно возникает связь с информационным пространством. Однако мозг человеку устроен так, что он блокирует сигналы из тонкого мира. Есть своего рода предохранитель, гормон серотонин. Его выработка, как утверждают ученые, сопровождается сильным электромагнитным шумом в мозговых клетках и блокирует сигнал глобального информационного поля Вселенной. Но у гениальных людей серотониновый шум понижен. Давно известно, что клиническая смерть может изменить сознание человека. Столкновение с миром, находящимся за гранью реальности, наделяет человека экстрасенсорными способностями. Многие из переживших клиническую смерть начинают видеть будущее. Москвичка Галина Викторовна Цинам-Дзгваришвили утверждает, она побывала по ту сторону света. Видения из параллельного мира кардинально изменили ее жизнь. Во время операции женщина впала в кому. Сейчас я понимаю, что у меня ощущение, что это вообще другая планета. А может быть, это параллельный мир. И передо мной летели пять фигур, и я совершенно точно знала, что там две женщины и трое мужчин. Они летели где-то на расстоянии от Земли, сантиметров 20-25. После выздоровления Галина заметила, ее мозг заработал по-другому. Она стала видеть то, что не видела раньше. Она не считает себя экстрасенсом и целительницей. Галина не предсказывает глобальные катастрофы. Просто она видит, что может произойти с ней и ее близкими в ближайшие дни. Я знаю, после того, как со мной это случилось, что я могу определить некоторые события. Что может произойти? Я могу посмотреть на человека и увидеть его судьбу. Не каждого. Но какие поступки он может совершать? Отрицательные, положительные? Я это вижу. На что человек способен? Галина утверждает, что может выйти на связь с информационным полем в любой момент. Но чаще всего подключение к космическому разуму происходит внезапно. Однажды это спасло ей жизнь. За несколько минут до того, как с ней случилась автокатастрофа, Галина увидела четкую картинку ДТП. Я понимаю, что сейчас столкнутся машины. Я вижу, я хватаю дочь. Она сидела посередине. Я ее хватаю левой рукой. Я вот так боком была. Я ее хватаю, прижимаю к себе двумя руками. И в этот момент, после того, как я ее прижала, машина начинает столкновение. У меня время просто остановилось. Я видела, как сжимается каждый миллиметр двигателя. Просто видела. Огромная фура влетела на огромной скорости в автомобиль, где сидела Галина с маленькой дочкой. Водителя в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Галина, успевшая сгруппироваться и накрывшая своим телом ребенка, отделалась незначительными царапинами. Иногда будущее или прошлое, или нечто тонкое посылает нам этот сигнал, но мы не можем его правильно прочитать. А человек, владеющий вот этим искусством, он, в общем, начинает управлять процессами, потому что тот, кто знает будущее, во многом смысле управляет им. Смотрите после рекламы. Концепции будущего. Каким будет мир через десятки лет? Помощники в компьютерах, домашние роботы, судьи. Искусственный интеллект. Футурологи уверены, то, что еще совсем недавно казалось фантастикой, скоро станет реальностью. В конечном итоге получается киборг. Инопланетные существа покажут свое истинное лицо. Когда произойдет встреча с братьями по разуму? Человек встретится с иными людьми, живущими на иных планетах. Как наши предки представляли себе будущее? Давайте посмотрим на эти открытки 1900 года. Германские оформители решили представить, какой будет жизнь через сто лет. Они мечтали о движущемся тротуаре, о технике для управления природой, о частных воздушных прогулках на кораблях и летних каникулах на Северном полюсе. Вот так более ста лет назад художник представлял себе работу полиции в 21 веке. Полицейский использует скрытую камеру. А это наше время. При помощи скрытного наблюдения раскрыты тысячи преступлений. Или вот эта прогулка по Парижу. В 19 веке люди на колесах казались чем-то фантастическим. Французский художник каким-то образом увидел роликовые коньки. Он словно знал, что в 21 веке это будет любимым развлечением для миллионов людей по всему свету. Московские художники 19 века не предполагали, насколько точно им удалось увидеть картины будущего. На открытке мы видим не только столичный монорельс. Даже дизайн станции воспроизведен с удивительной достоверностью. Это картинка столетней давности, а это станция монорельса у метро ВДНХ. Трамвайные пути, автобусы, рельсы над землей. Как художник мог все это увидеть в далеком прошлом? Я думаю, что эта земля наша, она окружена каким-то информационным огромным полем. Но вся история человечества есть уже готовая там. А люди, которые посвящены, они это видят. Еще в 20 веке появились люди, которые смогли сделать туманные предсказания настоящей наукой. Они уверены, для того, чтобы заглянуть в будущее, не нужны паранормальные способности. Для этого есть особая область научных исследований – футурология. Сегодняшние футурологи являются одновременно и учеными. Но они занимаются не написанием научно-фантастических романов, а работают на крупнейшие мировые корпорации и правительства ведущих стран мира. Опираясь на материалистические знания, футурологи строят прогнозы и пытаются нарисовать картины будущего. Первому русскому футурологу сейчас 85 лет. В наше время Игорь Васильевич Бестужев-Лада – академик, ученый с мировым именем. В один прекрасный день мне пришла в голову мысль – люди исследуют прошлое. Это называется история. Люди исследуют настоящее, все остальные науки. А почему бы не исследовать будущее? Как ни странно, современная цивилизация, считают ученые, сильно напоминает первобытную жреческую культуру. В древности все важнейшие решения вождей принимались после гадания на костях животных, стебельках бамбука или рунах. Жрецы наблюдали за полетом птиц, движением звезд, фазами Луны и после этого выдавали прогноз. Насколько сильно эти гадания отличаются от прогнозов современных рейтинговых агентств? И чем, например, предсказание кризиса отличается от обычной провокации, которая и вызывает сам кризис? Я думаю, что вот такого сорта устрашилки прогнозы, они тоже полезны. Та грань 2000-х годов, дедлайн, что все уже закончатся, все ресурсы по нефти, он же существенно отодвинулся. В том числе и потому, что был такой прогноз, что скоро все кончится. Отсюда следует, что надо понимать, что прогнозы влияют на свою реализацию. Своё влияние на цивилизацию футурологи считают положительным. Ведь они прогнозируют самые полезные для человека результаты прогресса. Что же ждёт нас в ближайшие годы? Это будут, например, компьютеры, которые электронные водители автомобилей, которые смогут понимать дорожную ситуацию, адекватно на неё реагировать. Помощники в компьютерах, домашние роботы. Чуть позже станет реальностью и телепортация. Самолёты, машины, поезда – все они уйдут в историю. Обычные люди смогут моментально перемещаться в пространстве. Виртуальное будущее сольётся с реальным будущим. То есть вам не надо никуда ехать. Вам надо будет снять трубку вот этого аппарата. И мы также увидим друг друга. И вполне возможно, что нас в будущем ждут очень удивительные открытия. Те, о которых мы совершенно не мечтали. Например, преодоление пространства и времени. Футурологи считают, что и медицина в обычном её понимании доживает последние дни. Будущее за компактными и полностью автоматизированными приборами, которые сможет купить любой человек. По аналогии с домашним кинотеатром, учёные называют это домашним лечебным центром. Такой портативный аппарат превратится как бы в поликлинику при себе. То есть у тебя перед тобой будет стоять карта. И на этой карте будет отображено, что у тебя сифилис, туберкулез, гангарена и вообще ты нерелез. Через 20-30 лет будет установлен прямой контакт с другими цивилизациями. Сейчас человечество усиленно готовят к тому, что существа с других планет будут активно участвовать в жизни землян. Найдут несколько планет, где была жизнь. Ну а то, что будут общаться с инопланетянами, это будет тоже. Естественно, человек встретится с иными людьми, живущими на иных планетах. Правда, к тому времени и сам человек не будет прежним. Сначала люди откроют секрет имплантации искусственных органов, а затем последует фундаментальный прорыв в области робототехники. Возникнет гибрид человека и искусственного интеллекта, возможности которого поистине безграничны. В человек встраиваются детали, которые позволяют ему видеть дальше, без всяких очков. Слышать лучше, не растопыривая уши. В конечном итоге получается киборг. Смотрите далее. Конец света. Научные гипотезы и предсказания. Кто пишет сценарий апокалипсиса? Ближайший астероид, который у нас поселит довольно крупного размера, апокриф. Чего на самом деле боялись древние жрецы Майя? В источниках Майя есть данные о том, что вся планета погибала не один раз. И кто войдет в число избранных, которые спасутся в конце времен? Население разных стран устремится в Россию. Ученые уверены, предсказанный апокалипсис неминуемо наступит. Возможно, какой-то части человечества удастся избежать гибели. Но по мнению сторонников теории апокалипсиса, выжившие будут завидовать мертвым. Ни один ученый не отрицает, что рано или поздно Земля погибнет. Таков закон мироздания. Любая звезда, в том числе и Солнце, в конце концов взрывается, уничтожая свои планеты. Но вот парадокс. Первым в истории человечества предсказанием было именно предсказание конца света. В тот момент люди еще ничего не знали о законах небесной механики. Может быть, те цивилизации, которые жили до нас, очень сильно влияли на природную систему Земли. Причем настолько сильно негативно, что ей это не нравилось. И поэтому она просто стирала эти цивилизации с лица Земли. Возможно, в информационном поле планеты сохранились данные о том, как погибли предыдущие цивилизации. Тогда понятно, почему с древнейших времен наши пророки чаще всего видят именно апокалиптические картины. Ведь гибель всего живого на планете должна была породить поистине чудовищный всплеск в информационном пространстве. А такие эпизоды в истории Земли случались по меньшей мере в четыре раза. В источниках Майя есть данные о том, что вся планета погибала не один раз и должна погибнуть снова. Индейцы, как и мы, много раз меняли дату конца света, но никогда его не отменяли. Майя есть данные. С информационным полем планеты. Потому что они рассчитали все движения человеческих масс, конфликты, сквозь которые может пройти человеческое существо, проблемы, через которые должна будет пройти Земля. Они использовали систему электропередачи самой планеты. Таким образом, у них была совсем другая система освещения и связи. Примерно раз в 8-10 лет Майя предсказывали своего рода локальный конец света – гибель части обозримого мира. Сейчас ученые заметили, что примерно раз в 10 лет к Земле приближаются астероиды. Ближайший астероид, который у нас посетит довольно крупного размера – Апокриф. Это известная вещь. Он дважды на час летит, был обнаружен. Это действительно довольно неприятно, если он рухнет. Астероиды, однажды пролетевшие мимо Земли, будут снова и снова пересекаться с ее орбитой. До тех пор, пока не разрушатся сами, или земная гравитация не приведет их к столкновению с планетой. В ближайшем будущем, считают эксперты, нас ожидает война на Ближнем Востоке. Причем такая, от которой вздрогнет весь мир. Во время боевых действий впервые в истории человечества будет применено оружие массового поражения. Опасность будет исходить от стран Ближнего Востока, будет применено химическое оружие. Вода, воздух, атмосфера будет отравлены, продукты нельзя будет есть. Птицы, звери погибнут, многие люди погибнут. Исследователь Илья Клеменчук уверен, что человечество может пережить даже атомную войну. Правда, ненадолго, после обмена ядерными ударами, Земля станет непригодной для жизни. Тем, кто уцелел, придется искать спасение от чудовищного похолодания, извержений вулканов и, в конце концов, строить новый ковчег. Затем будут потопы, похожие, как в Японии, на западные побережья материков. А именно пострадает Португалия, Испания пострадает и западная часть Соединенных Штатов Америки. В своих зеркалах карачаевская ванга видит, как меняется мир после глобальных катастроф. Нелли Важдаева говорит, на Земле есть места, где начнется новая история человечества. Самая хорошая на Земле жизнь в России будет, а других местах нет. В Америке океан попадет, то ли в вулкан, в России все будет хорошо. Будет еще Германия не очень-то, Австралия, где кенгуру, там будет хорошо. И в России. Ученые, ограниченные возможностями материалистической науки, видят несколько угроз планетарного масштаба. И многие из них ожидают нас в ближайшие годы. Будет это гигантский метеорит или новый потоп, неважно. Мир может прекратить свое существование. Но среди нас есть люди, обладающие правительскими способностями. Возможно, именно они – последняя надежда человечества. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть.